Всем привет! Вы смотрите канал Просто Детки, и мы с вами продолжаем проходить игры про смешариков, и сегодня очередь дошла до Биби. Итак, посмотрим, что это за игра. Как я понимаю, в этой игре вот три эпизода, то есть приключения знакомств, приключения обучения и приключения путешествия. Итак, давайте начнём с приключения знакомства. И смотрим здесь, в этом приключении, вот, восемь эпизодов. Давайте начнём в них играть. Как всегда, мы начинаем с пазла, вот мы видим из первого задания, и потом дальше уже будем проходить по очереди остальные мини-уровни. Чтобы открыть всю картинку, запоминай и нажимай фрагменты, которые тебе показывает Пингвин Пин. Ну что, справимся? Я думаю, да. Тем более, первые картинки обычно самые лёгкие, тут всего лишь вот 12 кусочков, поэтому нам нужно три раза запомнить, которые открываются. А четвёртые уже перепутать нельзя, потому что остаются всего три картинки. Так, ну что, чем занимается у нас пингвин? Сидит, смотрит на речку. Прекрасно! Картинка открыта! И похоже, что друзья давно не заглядывали к Пину в гости, и он заскучал. Да, он, наверное, грустит, смотрит на воду и грустит. Ну что, сейчас узнаем, наверное, как ему помочь. Играем дальше. Чтобы сделать свою жизнь интереснее, Пин спроектировал новый удивительный аппарат. Управляя подъёмным краном, помоги Пину собрать элементы конструкции вместе. Так, ну что, я думаю, тоже справимся. Должна быть интересная игра. Так, ага, как же здесь управлять? А какие элементы нам нужны? Ну, а к этому элементу я не могу подобраться. Как взять вот? Взять. Ошибка. Ага, понял, всё. Так, всё. Я немного перепутал клавиши. Здесь просто нужно вниз, вверх управлять и так далее. Я думал, что кран ездит по прямой линии, а он, оказывается, ездит в разные стороны. Итак, что это? Мы наушники какие-то взяли. Дальше нам нужна вот эта какая-то миска или кепка. Непонятно, на что это похоже. Всё, берём. Отлично. Так, а вот какая-то рука. Понял, он себе, наверное, кого-то создаст. Едем. Влево, вверх, влево, вверх. И опять влево. Готово. Берём. Так. А теперь нужно вот этот шарик взять. Поехали к нему. Вот, берём. Отлично. И вот ещё одна рука. А, так это он конструирует, наверное, Биби. Понятно теперь всё. И что у нас осталось? Верхнюю часть его, этого панциря или скафандра взять. Берём и её тоже. И вот теперь, без ошибок, всё-таки мы прошли. Оказывается, новое изобретение Фина – это маленький робот-смешарик. Да, прикольный смешарик. Посмотрим, что теперь будет у него за приключение. Оставь элементы картинки по местам, чтобы узнать, что увидел ёжик, заглянув во двор позади. Так, ну что. Теперь у нас пазлы. Теперь нам нужно не запоминать то, что открывается, а самим расставлять правильно картинки. Итак, допустим... Ага, это нам нужно сюда. Нет, не сюда. Вот это сюда. Понятно. Так, 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 так. Где у нас что ещё? Это мы ставим сюда. Нет. Ага. Это тоже неправильно. Вроде бы так. Что-то пока не получается у меня. Так, где же у нас должен быть этот робот? Что-то не идёт ничего в голову. Наверное, вот так вот пасочка должна быть. И вот так. И вот так. А это здесь. Вот, точно. Что-то вообще голова не варит. Так, вот теперь мы уже, по-моему, сейчас всё соберём. Вот так. Вот так. Всё готово. К сожалению, это заняло у нас много времени, но ничего. Иногда даже взрослые ошибаются. Представляю, как смешарики живые удивились. Они чуть не знают, что это робот. Наверное, подумали, что он живой. Ну, это мы запросто. Мы уже тренировались в играх про смешариков. Вверх-вниз бегать. Так что я думаю, с этим проблем не будет. Ну что, поехали? Ну что, поехали? Так. Ох, а, не понял. А, тю, это перепрыгивать. Ну что ж такое. Я думал, он вверх-вниз едет. Ну ничего, вот слава богу, есть жизнь. Так что мы восстановились. Так. Перепрыгиваем. Ничего себе, какой он прыгучий. Ещё прыжок. И вот мы уже полдороги с вами проехали. Так. Пригинаемся. Перепрыгиваем опять. Чего только на свалке здесь не валяется. Любители собрать металлоломбы очень обрадовались. Так, последний рывок. И всё. Мы приехали. Отлично. Прекрасно. Ты помог маленькому роботу добраться до ангара, где ждал него Пин. Что же произошло дальше? Сейчас мы с вами узнаем. Открой картинку, чтобы узнать, что же произошло, когда и маленький робот, и смешарики собрались в ангаре Пина. Так, сейчас нам опять нужно будет запоминать картинки. Ну, их опять по-прежнему 12. Поэтому, я думаю, сложности с этим не будет. Потому что, помню, в предыдущих играх было уже и по 6 картинок за раз. Нужно было запоминать. Но пока такого сложного ничего нет. Поэтому мы с тремя звёздочками всё без ошибок прошли. А, вот Биби спрятался за своим создателем. Как он думает, папой. Прекрасно. Картинка открыта. И похоже, что бояться нечего. Пин просто хочет познакомить смешариков со своим новым другом. Так, ну что. Сейчас, наверное, будет опять какое-то задание. На следующий день Крош и Ёжик пригласили Биби поиграть. Перемещая маленького робота влево и вправо, помоги ему отбивать мячик, который подают друзья. Ну что, давайте переиграем смешариков. Это мы запросто. Опа. Жалко, что мы не играем в разных командах. Так бы мы их обыграли. Я думал, там в какой-то волейбол, что ли, поиграем или во что-то такое. А оказывается, просто будем отбивать мячик. Как мы видим, то мы делаем это без ошибок. Отлично. Всё, опять три звёздочки. Здорово помог Биби. Игра удалась, и друзья остались очень довольны. Я думаю, мы тоже довольны, что у нас всё получилось. Посмотрим, что же было дальше. Собери картинку и узнай, чем ещё занимались Биби и ёжик в этот день. Это мы запросто. Тем более, картинка опять не очень сложная. Надеюсь, сейчас у нас получится быстрее. Ну что, поехали. Так. Вот кусочек камня. Вот ещё один кусочек камня. Так, теперь вот кусочек ёжика. Ещё одна его часть. Вот его ещё вторая нога. Половина стола. Ножки стола. Ага, похоже, они играют в шашки. Всё, отлично. Мы собрали картинку. Но, к сожалению, теперь за две звезды. Прекрасно. Картинка собрана. И на ней видно, что Биби и ёжик играют в шашки. Или это уже не совсем шашки. Странно. Мне тоже показалось, что это шашки. Неужели у нас у всех обман визуальный? Сейчас мы об этом узнаем. Оказывается, ёжик решил научить Биби играть в Чипая. Стреляя белыми шашками, надо сбросить с доски все чёрные фигуры. Справишься? Ага, понятно. То есть, это как бы мы играем шашками, но игра не шашки, а чапай. Тут немного смысл другой. Сейчас мы посмотрим, какой именно. Так. Мне нужно белыми выбить чёрные. А как же это сделать? Ага, вот так вот. Всё, понятно. Ух! Ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Выбили две шашки. Теперь у нас вот ещё одна. Давайте со всей силы её как запулем. Ух! Ух! И теперь осталась последняя, я думаю, сложности никакой. Прям в неё сейчас как стрельнем. Всё, все шашки мы выбили. Прекрасно. Ты замечательно справился с задачей и помог Биби освоить новую увлекательную игру. А чем бы заняться теперь? Так, ну для начала давайте выйдем в меню, глянем, что у нас. Потому что я видел только восемь уровней, а это, по-моему, уже был восьмой. Ну смотрите, мы прошли приключение знакомства с результатом одна звезда всего. А что же это такое? По-моему, мы прошли вот много уровней с тремя звёздочками. Почему всего одна? Это, наверное, показывает самое худшее. Так, ну а что же будет дальше? Так, а дальше, друзья, будет следующая часть, а именно, приключения обучения. Вот, взгляну, какие там есть. Но играть в неё мы будем уже в следующий раз. Чтобы открыть новое приключение, ты должен или немного подождать, или пройти приключение. Знакомство с результатом три звезды или убить мебель вверх. А, вот какие у нас ограничения. Ну, то, что я говорил. Мы и так говорили, что следующую игру будем уже проходить в новом обзоре. Поэтому нам три часа подходит подождать. На сегодня мы будем заканчивать наш обзор. Пусть он был и коротенький, всего лишь восемь уровней. Но, надеюсь, он вам понравился, как и все наши игры про смешариков. А если это так, то поставьте палец вверх. Подпишитесь на наш канал, для того, чтобы не пропустить новые серии. А на сегодня всё. Всем пока, до новых встреч.